В последнее время городские субботники не обходятся без так называемых бюджетников. Население Сочи неохотно выходит наводить чистоту на своих улицах и во дворах. Теперь же, подчеркивает городоначальник, привлекать учителей и медиков к уборке города будут крайне редко. И 22 апреля тот самый случай, когда общественно полезным трудом горожане должны заняться сообща. Курорт готовится к пляжному сезону. Уже в мае начинается череда событийных мероприятий. Самое время провести генеральную уборку. Фронт работ уже известен. Сотрудники санаторно-курортной отрасли приведут в порядок рекреационные зоны своих объектов, строители своих баз. А руководители школ, в том числе спортивных, детсадов и учреждений доп. образования вместе со своими коллективами поработают метлами на территориях детских учреждений. Поддержать учителей решили и сами школьники, а также их родители. Директора школ – это прежде всего хозяева. Уже потом они педагоги, потому что все-таки директор – это администратор. И задача администратора, чтобы фасады были классными. И это важно. И почему мы такое уделяем внимание именно надлежащему состоянию как раз детских дошкольных учреждений школ? Да потому, чтобы ребенок понимал, что такое хорошо. Вот здесь, в детском саду, администрация города, администрации районов будут обеспечивать транспортным, бесплатным вывозом мусора. Когда еще можно воспользоваться таким? В Сочи синоним слова «субботник» – экология. Глава города просит учителей проводить с детьми экологические уроки. И не только словом, но и делом заботятся о чистоте родного города. Еще одна приоритетная задача – это безопасность. В рамках программы «Антитеррор» необходимо усилить работу тех же ЧОПов, отмечает начальник управления образования. Этот вопрос Владимир Давыдов берет на личный контроль и планирует проверять работу охранников детских учреждений как рано утром, так и поздно ночью. Конечно, в преддверии праздников майских все мы должны быть четко понимать, что все объекты образования должны быть под надежной охраной. Ну а на Всероссийский субботник от отрасли образования планирует выйти 8 тысяч человек. Галина Моисеева, Инга Габеша, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.